Как геймер и любитель разных ретро-консолей, хочу посоветовать канал Икс Джойс. На нем выходят различные интересные видосы по ретро-играм и приставкам Дэнди, Сега, Плейстейшн и многое другое. Распаковки, обзоры коллекций игр, а также видосы по закупкам прочего игрового стаффа. На канале скопилось уже немало видео, вам будет что посмотреть, ведь автор делает свое дело с душой. Переходите и подписывайтесь, ссылка на канал будет в описании. Передавайте ему от меня привет. В середине 30-х годов Уолл Дисней всерьез обеспокоился тем, что его герой Микки Маус стал стремительно терять популярность, уступая Дональду Даку и другим персонажам, которых разрабатывала его студия. Он понял, что нужно придумать что-то необычное, и после встречи с дирижером Леопольдом Стаковским, их идея, которую они позднее воплотили в своей прекрасной работе под названием «Фантазия», стала культовой для мировой истории. Выступление Филадельфийского оркестра под руководством Стаковского было записано в 1939 году и составляло основную программу шоу «Фантазия». Всего над картиной трудилось свыше тысячи аниматоров, художников и техников. В то время мультфильм совершил большой прорыв. Целью Уоллта Диснея было привить детям любовь к классической музыке, ведь она, в свою очередь, развивает фантазию и помогает раскрыть творческие грани каждого человека. Но никто не ожидал, что для будущего Микки Мауса это станет поворотным моментом. Для участия программы под названием «Ученик-чародея», где был сам мышонок, его внешний вид был существенно переработан. Художник Райли Томпсон перерисовал голову и тело героя. Голова стала чуть больше, а тело грушевидным, что придавало ему более человеческие черты внешности. Когда заканчивается акт, мы видим, как Микки поднимается на сцену и жмет руку дирижеру. Это была не просто сцена, это символизировало дружбу между Диснеем и Стоковским и начало грандиозных отношений. Как вспоминал потом Уолл Дисней, фантазия – самая любимая его работа. Он получился сентиментальным и красивым, благодаря этому я стал таким, какой есть сегодня, говорил Уолл. Тогда в 90-х мы мало задумывались об этом. Нам просто нравилось играть в видеоигры и отдельно нам нравились игры по мотивам Дисней. И каково было удивление, когда некоторые приобрели себе игру под названием Фантазия. Всё-таки персонаж из Дисней – это всегда гарант качества для игры, но не всегда. Те, кто её приобрели, удивились. Как так можно? Привыкли к тому, что уровни приятные, играть весело и интересно, и многие проходили игры в захлёб. Но эта фантазия всегда давалась с трудом. Всё в ней как-то неприступно, сложно и необычно. А почему же так сложилось? Какая судьба у этой игры? Сегодня мы разберём историю разработки игры Фантазия. Мы узнаем много интересных фактов, подробностей, связанных в том, как её создавали и какая судьба её постигла. И, наконец, спустя много лет мы узнаем правду. Когда Sega взялась за американский рынок, пытаясь стать серьёзным конкурентом Nintendo со своей Sega Genesis и не повторить ошибок, допущенных с Master System, в компании серьёзно задумались над тем, что платформе просто необходимы игры по громким лицензиям. Удивительно, но в Японии рынок работал не так, как в США. В Японии новые тайтлы более охотнее покупали и чаще шли на различные эксперименты, нежели американцы. В США игры по лицензии с узнаваемым брендом играли важную роль. И Sega, увидев, как сильно американцам полюбилась NES, кроме того, имея в своей библиотеке огромную коллекцию Disney игр, практически все из которых были коммерчески успешными, начала расставлять приоритеты. С конца 80-х и начала 90-х, после запуска Sega Genesis, компания стала стремительно развиваться. Руководителем отдела разработки в американском подразделении был нанят Кен Балфейзер, ранее работая в шефе EPEX, Atari и Microprose. Поскольку его основной задачей было сосредоточиться на создании внутренних студий для разработки собственных тайтлов, у него было немного иное видение. Он вспоминает. Когда команда разработчиков разрастается, уходит много времени на разную роду управленческие дела, и от этого разработка продуктов страдает. Поэтому я нанимал продюсеров и менеджеров, которые поддерживали мое видение. Через их контакты нам удалось наладить связь с группами разработчиков из Франции, Венгрии и Англии. Это позволяло оптимизировать рабочий процесс и заниматься несколькими проектами одновременно. В общем-то говоря, такая стратегия работы сейчас известна как аутсорсинг. Но в то время, учитывая отсутствие средств коммуникации, какие существуют сегодня, это было смелой идеей. Поскольку целью было развиваться на рынке США, один из проектов, отправленных на аутсорсинг, была игра по лицензии Disney с Микки Маусом в главной роли. Разработку поручили InfoGrams, и Sega ожидала, что продукт окажется весьма качественным. Первые три игры по лицензии Disney на Genesis были Quackshot, Castle of Illusion и Phantasia. Первые две разрабатывали с внутренней студии Sega в Японии, но с последней что-то пошло не так. Хотя на нее возлагались большие ожидания, и на то были причины. Во-первых, это была бы первая игра про Микки Мауса не просто по лицензии, а на основе одноименной картины. Во-вторых, Phantasia – это очень популярная и самая любимая работа Уолта Диснея. Те, кому посчастливилось бы работать над этим проектом, должны оправдать высокие ожидания и ставки были велики. Как раз это помогло бы Sega получить репутацию значимых разработчиков Disney игр. В честь 50-летия фантазии такая игра была бы как раз кстати. К тому же, утвердившееся выигрышное положение Sega в этом деле могло бы побудить другие компании также сосредоточиться на лицензионных тайтлах Disney, что создало бы большую конкуренцию, особенно со стороны Nintendo. Также это позволило бы избавить американское подразделение от зависимости от японских разработчиков, ведь оттуда поступала львиная часть игр Sega. Но в стране восходящего солнца Disney игры мало кого интересовали. Sega of America хотела больше свободы и возможности создавать собственные игры для своего рынка. А политика Disney в отношении лицензионных игр была необычайно строга. Компания требовала полного раскрытия информации о том, какая команда будет заниматься проектом. Требовались подробные отчеты на всех этапах разработки игры. Каждым отдельным проектом занимался свой менеджер, представлявший интересы студии Disney. Его задачей было контроль качества, чтобы игра соответствовала духу оригинала. Таким менеджером был назначен Стефан Бадлер, ранее курирующий разработку Castle of Illusion. Продюсером игры выступал Скотт Берфилд. Он понимал, что трудно привлечь громкую лицензию в развивающийся рынок видеоигр, но он все же хотел работать с этим проектом. Интересный факт, что данная игра в общем-то лишь официально первая, что связано с фантазией. Ранее на Атари выходила игра ученик-чародея с мышонком в главной роли. Это была довольно удачная аркада, ориентированная на детей младшего школьного возраста. Но чисто юридически никакого отношения к фантазии она не имела. Игра переняла название у баллады Юагана Гёте, и Дисней тут ни при чем. Атари заплатила лицензионное отчисление только за использование мышонка в качестве персонажа игры. Ранний этап разработки начался с координирования процессами и составления задач. Это было непростым делом, поскольку команда разработчиков, состоящей примерно из 15 человек, была во Франции. Но, к счастью, Бруно Боннелл и другие участники проекта владели английским языком. Так они начали совместную работу с Sega of America. После релиза Castle of Illusion была задана высокая планка геймдизайна, графики и геймплея. Игру восхваляла пресса и быстро полюбилась игрокам по всему миру, став чуть ли не классикой среди прочих игр Дисней. Поэтому в компании так удивились предыдущими работами, что выдали лицензию для Sega на создание новой игры. Учитывая важность франчайза Фантазия, уровень должен быть еще выше. Но как этого достичь? Обстоятельства изначально сложились не в пользу успеха проекта. Во-первых, судя по предыдущим играм, сделанными японской студией Sega, Дисней ожидал не меньшего качества. Во-вторых, разработка была поручена европейским коллегам, что были относительно новичками в сравнении с командой, которые трудились над Quackshot и Castle of Illusion. Ожидания были завышены. Ко всему прочему, летом должен появиться на прилавках магазинов Sonic, который станет титулом компании. А на его фоне любые другие слабые платформеры просто недопустимы, учитывая тем более громкую лицензию от Дисней. Так что команда была в очень напряженном состоянии, учитывая такое положение вещей. Но Балфейзер был уверен в своих европейских коллегах. Первое, с чем столкнулись разработчики, это аппаратные ограничения платформы. Картина Фантазия славилась своей потрясающе плавной анимацией. И воссоздать нечто подобное на процессоре Моторола было очень и очень сложно. А менеджеры с контроля качества постоянно указывали на важность атмосферы, которая присутствовала в мультфильме. Добавок ко всему, у Infogrames просто недоставало опыта. Ранее они работали в основном лишь над играми для компьютера и не с такими крупными тайтлами, где очень высокие требования к качеству на всех этапах разработки. Взамен этого им удалось воплотить эффект параллакса, что создало иллюзии большой глубины фонов при анимации отдельных слоев и задников. Такой подход хорошо оценили специалисты Sega из офиса США. Да и вообще, в целом графика была весьма хорошей. Качественный спрайт и сочные цвета. Но сама анимация как главного героя, так и остальных персонажей все еще нуждалась в заработке. Из-за того, что главным требованием было следование духу мультфильма и визуальный стиль, который бы передавал атмосферу оригинала, концепт самого геймплея постоянно переносился и над ним не работали должным образом. Детально отрисовывались все арты, отправлялись на одобрение специалистам из Дисней, потом музыкальная часть. Так как фантазия была по большей части музыкальной картиной, для игры это имело тоже большое значение. Но по каким-то причинам Sega of America не передала французским коллегам звуковой движок GEMS, которым пользовались многие другие студии при разработке своих игр. Фантазии взяли собственные наработки Infogrames. В этом были и свои сложности. Время поджимало и данный движок не оптимизировался, никак не улучшался и объективно недостаточно задействовал потенциал аудиовозможностей Genesis. В то время даже некоторые критики отмечали, что игра звучит чрезвычайно бедно, на фоне многих других игр, выходивших в то время на платформе. За несколько недель до официального релиза Infogrames показали игру на Consumer Electronics Show. Как вспоминает тогда Балфейзер, команда сообщила, что осталось лишь наладить некоторые детали геймплея. Но руководство Sega уже настаивало на скорейшем выпуске игры, хотя все понимали, что времени на оптимизацию уже практически не остается. Нужно было готовиться к сезонным релизам, когда в канун рождественских праздников многие старались обеспечивать поставки своих игр к ноябрю. Балфейзер подписал контракт, закрыв глаза на то, что фантазия была откровенно сырой. Спустя недолгое время, после официального запуска продаж 30 ноября 1991 года, Эл Нильсон, директор по маркетингу Sega of America, явился в офис Тома Калински по специальному требованию. Ожидались тревожные новости. Том сообщил, что у него состоялась встреча с главой потребительского отдела Диснея Вертоном Бойдом. Он был так взволнован по поводу важности встречи, что в голове прокручивал различные сценарии того, чем могла быть недовольна Дисней. Но проблема оказалась куда более неожиданной. Как сообщил Том, на встрече он узнал, что причина в самой Дисней. Оказывается, племянник Уолта Диснея, Рой, действующий президент компании, дал обещание своему дяде, что никогда никому не даст лицензию на адаптацию этой картины, как и просил его дядя, ведь это была его любимая работа. В случае с Атари игра не использовала тайтл фантазия и не следовало сюжеты мультфильма, использовался лишь отдельно взятый персонаж. Игра же от Сеги является довольно плодным цитированием всемирно известной картины, а лицензия была выдана Сега по ошибке, без прямого уведомления об этом Рое Диснея. Как только он узнал, что игра на прилавках, он пришел в ярость и приказал немедленно разорвать контракт, после чего Сега обязывали уничтожить все нераспроданные копии игр. Взамен Дисней компенсирует убытки Сега и та не будет нести никакой ответственности за случившееся. Добавок ко всему, компания предложила скидку на будущие лицензии от Дисней без всяких проблем. Тому Калински ничего не оставалось делать, как пойти на этот шаг, согласившись с представителем Дисней. Так фантазия тихо и незаметно исчезла с прилавков магазинов. Всего 5000 копий было отозвано и уничтожено. Случившаяся история напоминает то, что было с игрой идти на Атаре. Кто бы мог подумать, что с Сегой может случиться подобное. Как вспоминает сам Балфейзер, у игры был шанс быть очень крутой и занять в истории свое достойное место. Но команде нужно было дать чуть больше времени, возможно несколько месяцев. Тогда геймплей был бы куда приятнее и качественнее. Между тем, в игровой прессе ее приняли сдержанно. Одно издание сообщило, что хотя внешне фантазия выглядит мило и приятно, это лишь кажется на первый взгляд. Игровой процесс монотонный и при этом суровый по отношению к игроку. Другие же отмечали скудное звуковое сопровождение и плохо выверенный баланс. В этом и была главная проблема. Поскольку у разработчиков не было времени на оптимизацию, некоторые вещи в геймплее были просто не настроены как следует. Из-за этого мы увидели платформы, которые, кажется, живут своей жизнью. Управление героем тоже портит много нервов. И не хватает того идеального баланса и полировки геймплея, какая была у Castle of Illusion и Quackshot. Такая вот странная история странной игры. Как ни крути, но ей не суждено было стать главной ясной игрой, потому что все изначально выстроилось против нее. Ну а свои воспоминания, история о том, как вы познакомились с игрой в фантазии, какие у вас не ассоциации, интересные истории, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы поддерживаете канал и мне будет приятно. Спасибо большое за ваше время, друзья. Увидимся уже скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok